Смотрите прямо сейчас. Детская ассамблея народа Казахстана. Праздник русского платка, традиций и современность. Мир, дружба и картошка. Как фермеры Караганды помогают работе Ассамблеи народа Казахстана. Детский садик Балакай в городе Караганда почти ничем не отличается от других детсадов. Здание в три этажа, большие буквы на фасаде и игровая площадка на улице. Воспитатели в униформе гуляют с детворой, ребятишки играют в машинки и куклы. Но вот что интересно. Недавно к кукольным увлечениям детей присоединились их родители. В детсаду есть целая коллекция кукол, которых взрослые создавали вместе с детьми. Первое, что бросается в глаза, наряды пластиковых человечков. Национальная одежда разных этносов. Все это часть большого воспитательного проекта с запоминающимся названием. Ты и я – дружная семья. То есть дети и родители выбрали национальность, которую они будут рассматривать. А взяли себе куклы, начали уже друг другу представлять, какую национальность они выбрали, почему, что им было интересно делать совместно с родителями. И результаты нашего труда вы сейчас можете увидеть на наших куклах. Все это сделано руками родителей и их детей. Пять лет назад, когда детсад только открыли, при нем был организован зал дружбы. Сейчас у него название – Детская ассамблея народа Казахстана. Единственная в Карагандинской области. Находясь здесь, малыши, играя, изучают традиции и обычаи разных народов. Все! Они с удовольствием и с интересом спрашивают, на каком языке разговаривают, о какие игры играют в те или иные национальности, о какую одежду они носят, о чем они питаются, о каких домах они живут. То есть дети сами, задавая вопросы, научили нас, в каком русле работать. Язык игры, простой и занимательный, помогает карагандинским этнопедагогам и родителям прививать детям понимание казахстанской идентичности. Но чтобы научить малышей уважать традиции и культуру этносов, папам и мамам нужно самим хорошо в них разбираться. Только представьте теперь, какая это ответственность. Возможно, поэтому сегодня многие люди идут в этнокультурные центры. Изучая обряды и обычаи, взрослые закрепляют знания о культуре своего этноса. И для них это тоже своего рода возвращение в детство, когда все вокруг было так интересно. Наше повествование продолжит город Абай, Карагандинской области. С давних пор здесь живут славные шахтерские традиции. А теперь горожане возвращают и подзабытые национальные праздники. Один из них сегодня отмечают в местном дворце культуры. В штаб-квартире славянского этнокультурного центра «Русалица» накрыты богатые столы, за которыми сидят нарядные гости. В теплом кругу эти красавицы встречают праздник русского платка. Ну, вы знаете, такие праздники прежде всего дают возможность, наверное, познать культуру славянских народов. Ведь, допустим, платок – это тоже не только украшение женщины, это, вы знаете, и духовность. Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой – убрус, которым женщины покрывали голову. С конца 17 века он уступает место платку, а спустя сто лет в русском языке появляется персидское слово «шаль», означающее «большой узорный платок». Платки украшали вышивками, набивными печатными узорами. В ансамбле народного костюма платок принимается как завершение головного убора или украшение наряда. Обычай носить платок имеет на Руси давнюю историю. Платок был самым желанным подарком. Его дарили близким в знак внимания и любви. Как самое сокровенное хранились такие платки в сундуках. Празднику русского платка сопутствует застолье и веселье. Собираясь на торжество, женщины надевают лучшие наряды и приносят к столу самые вкусные угощения. Два раза в неделю мы приходим сюда, чтобы провести свое свободное время весело и интересно. Каждая из нас приносит что-то вот на этот большой, в общем-то, праздничный стол. Девушки пекут, женщины наши пекут все сами и приносят сюда каравай, булочки. А это называется шанишка. Вот, пожалуйста. Мы говорим еще ватрушка, а сибиряки говорят шаньга. Участники славянского этнокультурного центра «Русалица» – это энтузиасты. Люди, которые занимаются работой на общественных началах. Многое сделано благодаря поддержке руководства Карагандинского региона. За время существования славянский центр трижды стал обладателем гранта Атакима области. Карагандинская область – единственный в стране регион, где такие гранты учреждены. Сумма составляет 700 тысяч тенге. Средства направлены на развитие объединения. При центре действует детская балетная школа, изо студия и фольклорный ансамбль. У артистов «Русалицы» три комплекта сценических костюмов. И хоть такой наряд далек от традиционной одежды, все же он дает представление, что одевали жители российских губерний в прошлые столетия. Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой. Существовало два вида женского костюма – сарафанный, был распространен на севере, и паневный, его относят к южным регионам. Отличительной чертой наряда было большое разнообразие женских головных уборов. Самые известные из них – кокошник и повойник. А костюмах русских, национальных, ну так как я сама из Сибири, и я не в европейской части жила, я знаю, что это, что на мне костюм, это праздничный костюм. И кокошник – это тоже праздничный был костюм. Да, девушки, которые выходили замуж, они одевались так красиво, и кокошники одевались. Но потом появились венки, и кокошники отошли в сторону. Русский национальный костюм имеет особенности в зависимости от конкретного региона, но общей чертой наряда всегда оставался платок. Его носили по-разному. Он мог покрывать головной убор и придавать хозяйке строгий и неприступный вид. А можно было лихо повязать платок кустышками. Способ повязки напоминает украинскую салоху. Но у салохи кончики платка торчат из узелка, а кустышки образуют на голове подобие большого банта. Так платок повязывали в Архангельской губернии. Ведь через традиции мы постигаем, вы знаете, не только там культуру, но еще и духовную культуру. Мы учим детей доброте, толерантности, наверное, вы знаете, уважение друг к другу. И вы знаете, мы проводим еще и совместные праздники с другими центрами. Работе этнокультурных объединений помогают не только энтузиасты. Надежную опору мира и согласия можно встретить на полях и крестьянских хозяйствах нашей страны. Александр Шимф по национальности немец. Известный фермер района, глава крестьянского хозяйства, которое в народе в шутку называют картофельным раем. Ну а если всерьез, то хозяйство является лидером по выращиванию семян картофеля по всей Средней Азии. Расположена она у села Коксу Абайского района. Самое мне нравится то, что целина. Александр Шимф один из тех, кто не словом, а делом поддерживает план нации «Сто конкретных шагов». В работе он стремится к эффективному использованию ресурсов. Шимф запустил программу восстановления орошаемых земель. За последние четыре года в хозяйстве дополнительно рекультивировали 600 гектаров земли. Применяя новую совершенную технику, мы подняли урожайность за последние десятилетия практически вдвое. Успехи предприятия побудили Александра Яковлевича создавать условия для сельчак. Предприниматель взял шефство над местными учреждениями дошкольного и школьного образования. Он помогает им уже 10 лет. Нам поставляются бесплатные овощи, поэтому оплата за детский сад у нас минимальная. Всего составляет 3,5 тысячи тенге, что очень удобно для родителей. Кроме школы и детсада, крестьянское хозяйство Шимфа поддерживает работу украинского этнокультурного центра «Хвилынка». Помогает пошивать красочные и яркие костюмы. Чем больше лент на украинском венке, тем, значит, девушка это из богатой семьи. И чем красочнее. Вот такой вот венок, который нам помогли приобрести наши спонсоры. Это не спонсорская помощь. Это гармоничное развитие предприятия. Это молодежь останется. Мы за свои деньги организуем даже курсы трактористов здесь на месте, чтобы люди могли здесь получить специальности. Так в этом крестьянском хозяйстве созидают будущее страны. Создают условия для образования молодежи, развития детей, для экономического роста в сельском хозяйстве. Так взрослые создают мир будущего для своих детей. И опорой для них служат дружба и взаимопонимание на трудовой земле Караганды. Субтитры создавал DimaTorzok